всем привет друзья сегодня решила записать для вас небольшой влог о том как весело начинался наш отпуск и наших сборов нашей поездки и о первом дне в санкт-петербурге начну с того что перед поездкой я отработала смену с 8 утра до 12 часов ночи 16 часов пришла домой до выхода на вокзал на 100 всего три часа естественно спать ложится не стало ваня тоже дети нужны ли спать 8 вечера в 3 часа ночи мы их разбудили то есть дети там 97 часов поспали название не спали вообще дети стали хорошо вообще конечно шепотом и подошла к ярославу сказала вставай скоро поезд рома услышал встал сам с этим проблем не было вот значит собрались мы нормально вышли пошли на поезд когда мы всели в поезд как бы вроде все хорошо было легли спать и так уснули не сразу условно часов в 5 утра поезд отправился в 4 10 лет опять шнула восьмом часу утра я проснулся то что мне было дико холодно прям дико вообще у меня аж ноги онемели вообще полезла за одеяльями пока накрывалась сама пока укутывала рому рома проснулся сел смотреть в окно потому что он дома с 8 часов проспал и тут уже пару часов поспал в общем сидели с ним смотрели потом кое-как уснули еще пару часов час еще час на подремали в итоге проснулась я уже с полностью заложен носом мы сюда что успели доехать уже простыла в общем потом мы приехали вышли почему-то не спустились в метро сразу на вокзале а пошли на автобусную остановку вышли обалдели от такой шикарной погоды снег с дождем ветер промозглый когда вот это лицо ошколит как иголками очень прям приятно было в общем пошли на автобус сели доехали до невска решили зайти в столовую покушать точнее мы хотели зайти попить чай но дети решили взять себе еды хотя вам не говорит чтобы вместе они сами решили я такая ничего себе с утра и есть здорово взяли ел значит он съехала в пюре ел ел и потом говорит какой-то странный привкус у пюре и я попробовала это пюре это просто ребята это такая окислетина была и есть вообще невозможно я не понимаю как он умудрился там же несколько ложек съесть в общем я пошла кассиру там там подошла я говорю это что вообще такой из для ребенка нравится как такое продаете она понесла эту тарелку на раздачу там женщина когда стоит на раздаче она попробовала это пюре про вторым к утку на пальце попробовала заухал заухал такая извините извините ну ладно сто раз извинилась сказал я просто там огосяк не попробовала типа когда принимала смену в общем сказала берите что хотите ему люди скромны поэтому выбрали вместо этого пироженку и все пошли пить чай в общем уже их и когда так довольно интересно все получается никогда такого не было всегда ходим в эти столовые ну вот раз в год и палка стрелять и вот потом мы такие ну время подходит 12 то есть мы договаривались 12 на заселение когда мы позвонили что мы готовы заселяться нам сказали у нас заселение в 2 но тоже как-то пошло немножко все не по плану да но благо что мы живем рядом с площади восстания и тут же рядом другого центра галерея мы все равно всегда посещаем будем детский мир еще там по магазинам мы пошли туда пришли детский мир там видео вы видели я ромашки нашла ветровку очень классно круто у нее 20 на 2 400 в итоге 300 рублей скидка на 100 мы все нормально детском мире было мы там даже мультик посмотрели там очень классно придуманы такие зоны для детей мультики посмотрите горки покататься вообще прикольно а потом пришли на кассу девушка кассир взяла посмотрела ценник и ни слова не сказав ушла к администратору настояли ждали несколько минут когда она пришла я и спросила в порядке ли вещей это вообще подходит на кассу забирать у него вещи уходить куда-то молча на что она сказала у нас покупатель бывает переклеивать ценники вот я не поверила что путь к столько может стоить и ушла я бы ну предупредить и как-то можно было вообще или как вообще все настроение с утра уже куда-то начало улетучиваться ну ладно купили мы эту куртку за 300 рублей все оказалось правильно мы ничего не переклеивали все пошли заселяться заселением отдельная история во первых то что номер это оказался не тот что мы выбирали на фотографиях это ладно это полбеды в рум-туре по вам вам об этом рассказывала в принципе номер тоже двухуровневый все необходимое для проживания есть и как бы ладно слава богу но здесь получилось у нас одна очень интересная история мы забронировали на моё имя этот номер еще за две недели до поездки мне пришло на почту подтверждение что все ваша бронь принято все отлично приезжайте мы вас ждем и написано было позвоните за полчаса до заселения вот новая не знал что он за полчаса заселения позвонить он позвонил за два дня ему сказали звоните за сутки уже за сутки не за полчаса за сутки до нашей поездки я звоню говорил хотелось бы узнать что там по броне все нормально. Девушка записала мои данные и сказала, сейчас я вам перезвоню. Это сейчас перезвоню длилось почти 3 часа. Время уже там 7 часов вечера, что ли. У нас как бы поезд в 4 утра отправляется. Я перезвоню, говорю, девушка, что там? Она говорит, сейчас я посмотрю, вам перезвоню. Я говорю, опять через 3 часа, как бы. Я говорю, смотрите, что там. Она говорит, вы знаете, потому что вы не внесли предоплату, как бы броню вас снесли. Я говорю, в смысле? У меня в письме черном и белом написано, что без предоплаты. И мы не первый раз останавливаемся в этих апартаментах, не конкретно в этих, а в сети. Это и да. Я говорю, никогда у нас не было предоплаты. Вы знаете, я очень долго была в отпуске, я не знаю, кто вас тогда. Я говорю, мы всегда до этого, то есть на протяжении ни одного года, когда периодически останавливались, здесь никогда не вносили предоплату. В общем, очень долго мы спорили, все это оказалось бесполезно. Она сказала, номер занят, предложила мне квартиру другую, сказала, что 5 минут ходьбы, конечно, но фотографий квартиры нет. Ну, в общем, короче, все это так было мутно, мне так все это не понравилось. Я говорю, ладно, оставьте квартиру, забронируйте, мы завтра придем, посмотрим, короче, по факту. Я говорю, можно без предоплаты-то? Она говорит, да, конечно, можно, здесь все оказалось можно, отлично. Но после нашего разговора с ней, мы заходим на сайт, и номер, который мы бронировали, который у меня был забронирован, то есть все эти две недели показывал, что он занят на нашу дату, после разговора с ней он резко становится свободен, но только дороже на 600 рублей. Тот же самый номер. То есть все-таки, видимо, он был забронирован во мне, но, видимо, они подумали, что что-то они маловато просят, надо больше. И, поговорив со мной, все, они эту бронь сняли, и номер опять стал доступен к бронированию. Ваня его забронировал прекрасно. Он спросил, нужна ли предоплата, ему сказали нет. И в итоге мы приехали в те апартаменты, куда изначально и бронировали, но мне отменили бронь без предоплаты, потому что они снова забронировали тот же самый номер без предоплаты. В общем, вот. Ну все, заселились, пошли гулять. Все бы ничего, подвела очень погода, промокли насквозь, пришли домой, просто ботинки хоть выжимай. Сапогам. Финита ля Кумедия. Ну вот как-то так вот. Вроде все самое интересное первого дня рассказала. Что еще? Вспомню, добавлю. Вот. Ну а пока всем спасибо за просмотр. Спасибо за то, что прослушали мои, как всегда, увлекательнейшие истории. С нетерпением жду ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok